Здравы, будьте люди добрые! Сегодня в этот снежный вечер, ибо у меня тут всё занесло вокруг, но мы с вами всё-таки попробуем разобрать следующий миф из книги Каляды, относящийся к эпохе Девы, который очень интересно называется «Агидель». Миф этот не очень большой, но, как и все наши былинные мифы, содержит знания. Вот именно о настоящих знаниях поведает нам этот миф, о том, какие знания можно и нужно считать истинными, и чем они важны для людей. Кстати, само понятие о знаниях как раз относится к знаку Девы, и именно поэтому этот миф из эпохи Девы. Есть здесь, конечно, и соответствие астрологическим знаниям. Но давайте разберём всё по порядку. Итак, миф называется «Агидель». Как в те времена изначальные, уронил на землю свой пояс рот, и поднялись горы уральские. Здесь один хребет золотой, там рекой течёт злато-серебро, на другом лежит камень белгорюч, в третьем руды и самоцветы. Как в этих уральских святых горах, да у той горы у Ильминской, жил сварожич Ильм с Алиною. В кузне он ковал тяжким молотом, разлетались искры по всей земле, и сковал он плуг золотой и секиро золотую, и чашу для священного мёда Сурии. Здесь хочу обратить ваше внимание на эти три священные золотые предмета, которые сковал Ильм Сварожич. Сам Ильм Сварожич выступает здесь, как ипостась Сварога. А Сварог, как известно, это небесный кузнец, творец, который создаёт материальную вселенную. Вернее, он создаёт её сладой матушкой. Иными словами, Лада Матушка по идее, по проекту Сварога, небесного кузнеца, создаёт всю материальную вселенную. Но здесь то, что касается ипостаси Сварога Ильма Сварожича, масштаба чуть поменьше, чем вселенские объекты, такие как звёздные системы, галактики, планеты. Но всё же необходимы для жизни именно людей. Итак, золотой плуг – это предмет земледельцев и пахарей. Золотая секира – это, конечно, воины. И золотая чаша для сурьи – это священнослужители-жрецы. Вот как изначально делилось общество по трудам своим. Это земледельцы, те, которые работали с землёй и выращивали урожай, обеспечивая всех необходимой едой. Это и ремесленники, в общем, все те, кто трудились своими руками и талантами, служили роду. Далее – это воины, защитники земли и родов от вражеской силы. И шрецы, учёные, учителя, в общем, все те, кто следил за морально-нравственным воспитанием людей, давая духовные ориентиры, совершал священные обряды, передавая волю богов, расшифровывали знаки, ну и так далее. Заметьте, что торговцев среди них нет. Здесь есть три золотых главных опоры общества – земледельцы, ремесленники, воины и жрецы-священнослужители. Ну, согласитесь, более не надо. Но пойдём дальше. Раз пришла к нему Святогоровна и сказала таковы слова. – Ай, прекрасный ты, Ильм Сварожич, ты орёлся закрылый, любезный муж. Мы живём с тобой беспечально, но и радости нет в гнёздышке. Нет ни сына у нас, ни доченьки. И ответил так Ильм Сварожич. – Мы с тобой, Алинушка, светлая, вместе сделаем так, чтоб радость поселилась в нашем гнёздышке. И развёл тогда Ильм Сварожич огонь волшебный в печи кузнечной. Алинушка Святогоровна стала раздувать мех с ветрами. И палилась из среды огня золото ручьём раскалённым. И тогда в горнице, я извиняюсь, и тогда в горниле явилась златовласа Агидель, а глаза у неё словно солнца луч. Её волосы, как пшеничный сноб. Зорька утренняя улыбка, голосок её ручейком звенит. Что там? Ветер ли жаром веет? Или пожар лиса выжигает? Со степей несёт дым и пепел? То не дым несёт и не пепел, то летит, обернувшись змеем, сам великий дый. Как дохнёт огнём он на степе, так пылают травы муравы. На леса дохнёт, и горят леса, отдохнёт на реки с озёрами, высыхают реки с озёрами. И ушла вода со сырой земли, просочилась она под камень, во песочках жёлтых укрылась, и пожёхли травы муравушки, и листва опала с деревьев. Нет воды для зверя раскучего, нет воды для птицы летучей, гибнет зверь лесной, стонет рот людской. И собрались ото всех родов князи и волхвы многомудрые. И сошлись семь сынов медведя, семь великих хранителей мудрости. Так пришли Пров и Крив, Арк и Сава, Онт и Брак, Поток, Зверолов. И пришёл Мерген из Алтайских гор, Белогор пришёл с Белогорья, в лесозар явился Суральский гор. Ман из Бьярмии, Фан из Синьи, Ирм и Моральф из Валенора, из Индерии, Рам и Шрила. И пришли они к Еремень горе, К Калатырскому камню белому, И молились Богу Вышнему, И услышали голос камня. Отворить источник вот сможет Внученька Святогора, Златовласа Агидель. И тогда пришли мудрецы К горе Высокой Эльминской, К дочке Эльмера Агидель. Дали ей орлиные крылья, Дали ей волшебную сурью, И сказал тут Ильм Сварожич И Алинушка Святогоровна, Знай прекрасно, Агидель, Что тебе помогут в любом Беде звери, птицы, Духи гор. Ты отыщешь дорогу К истоку вод, Вот возьми стрелу золотую, Той стрелой отворишь источник. Агидель испила волшебный мёд, Поднялась на крыльях орлиных, Полетела она над лесами, Над долинами и горами, А спускалась к керемель горе. Видит, вот пред нею синица Скачет с веточки да на веточку. Ей в лесу дорожку показывает, Побежала за птицу Агидель. Тут средь камешков Показался малый зверь лесной, Бурундук. По тропиночке побежал он, Вслед за ним пошла Агидель. Между камешков, Меж травиночек, Подороженьки муравины. Вдруг открылась перед ней гора, И увидела Агидель Во горе волшебную поляночку, А на той поляне цветущий сад, В том саду деревья золотые, На деревьях тех златые яблочки, А вокруг хрустальные горы, И одна из желтого хрусталя, А другая гора из красного, Ну а третья горка из черного. И лежит посреди сада белгорючь камень, А латырь, А вокруг него полос бьется. То не просто великий полос, Это был сам дей, Бог, рожденный козой седуней. Как увидел дей Агидель, Так шипя и свивая кольца, Он пополз по саду навстречу, Но явился пред мощным деем, Вдруг олень рога золотые, И раскрылась пред деем пропасть, И олень поднял змея дея, На рога свои золотые, Незринул воглубь земли. Натянула дочка Эльмера Свой волшебный лук золотой, И пустила она золотую стрелу. И попала стрела в алатырь, И открылась в камне креница Со святою белую водою. Агидель тогда побежала По горам, лесам, по долинам, Вслед за ней ринулись воды, Где бежала вода, Колыхалась трава, Зеленили леса и рощи. Над землею она взлетела, Раскрывая крылья орлиные, Не спадая с небес Благодатным дождем. И цвели сады, Колосилась рожь, И плескались рыбы в озерах, Птицы певчие песни пели, И явилась радость на всей земле. И теперь все из века в век Агидель прекрасную славят, Вспоминают Ильма Сварожича И Алинушку Святогоровну. Итак, давайте разберем Мистерию этого былинного мифа Через понятия, Которые здесь даны, Символов и образов. Вначале рассказывается, Как от огня Сварожьего, От Ильма Сварожича И Алины Святогоровны Рождается некая девочка С золотыми волосами, Имеющая сильный, яркий Духовный огонь внутри. То есть это было не обычное дитя, А дитя, несущее в себе Духовный огонь, Воплощение некой высшей души. В общем, дочь Сварожича. Да-да, не удивляйтесь, Оказывается, было и такое. Все мы знаем в основном Рассказы о сынах божьих. Но вот получается, Что дочери божьи тоже воплощались. Из чего мы делаем вывод, Что дух Всевышнего Может проявляться Или воплощаться, Как через мужское, Так и через женское начало. В общем, родилась вот такая Огненная внутри и снаружи девочка. И речь здесь идет Именно об огне духовном, О силе духа, О ее близости к миру богов. Почему я так подробно уточняю, О каком именно огне идет речь? Да потому, что далее Рассказывается об огне дыя, Которым он опалил мир земли И все сжег и высушил. Да так, что вся белая вода ушла, И люди стали страдать. Вот вам два вида огня, Духовный и тот, которым пользуется дый, Который все сжигает и высушивает. Вследствие чего возникают пустыни, Как физическое явление На поверхности земли, Так и пустыни в душах людей. А теперь, чтобы понять суть этого мифа, Обратимся вот к какой информации. В конце мифа Огидель, огненная дева, Открывает источник белых вод, То есть белую реку. И все вокруг снова начинает жить. То есть возрождаться. Что ж такое-то белая река? Белая река или молочная река Вытекает из вымени коровы Зимун И течет через ирий на землю. Корова Зимун – это материальная часть творения. Когда мы приходим в мир Яви, В мир материи, То душа каждого из нас, Абсолютно каждого из нас, Получает опыт, Проходя через различные ситуации, Идет путем просто чувственного познания мира, А также познания мира через добро и зло. Получая опыт, мы его переосмысливаем. Так сказать, пережевываем. И образно говоря, Как корова, даем молоко. Молоко переосмысленного опыта. Это и есть белая река или молоко Зимун. Ибо жизнь в материи предназначена для того, Чтобы мы давали это молоко, Переживав свой опыт. Переживав земную пищу, Мы даем молоко опыта. Весь вот такой вот опыт, Или молоко, Молочная река, Состоит из опыта многих и многих поколений. Это бесценные знания, Накопленные нашими пращурами, Ну и нами, конечно же. Вот именно такая молочная река Течет через Ирий на землю. Что же сделал Дэй? Да он просто спрятал эти знания, Перекрыв доступ к ним, Перекрыв доступ к информации. Ну каким путем? Да каким хотите. Ну, например, Дав людям ложную историю вместо настоящей. Или сказав, что у вас не было великого прошлого, Потому что вы жили в лесу и молились колесу. Или сказав, что вы рабы Божьи, И поэтому не положено вам что-то знать. Знает лишь Господь. Ну и тому подобное. Вы же понимаете, о чем я собственно. Вот именно поэтому все стало засыхать. Именно потому, что люди потеряли ориентиры, Оторванные от своих корней, От своей культуры, От опыта предков пращуров. Люди перестали переосмысливать И свой опыт. Потому что опустились Многие из них до уровня разумного животного, О неосознанной жизни, Несознательной личности. Им же сказали, А зачем вам знать или думать? Живите только потребностями тела, И будьте ни о чем не думающими потребителями, Как стадо баранов. А выходит так, Если по-настоящему, Что жизнь в мире материи, Без осмысления опыта, Когда жизнь неосознанная, Она не имеет смысла. Оттого все и стало засыхать, Без вод белой реки, Без истинных наших знаний, Накопленных тысячелетиями. И вот, видя такое дело, Собрались мудрецы И спросили Всевышнего. И он указал им на эту самую девочку Агидель, Ибо был в ней дух силен, И была в ней память. Ее, конечно же, нашли И дали испить Сурью Небесную. Что это значит? Это значит, Что ее посвятили в ее миссию, Призвали, так сказать, На служение. И стала она жрицей. И спив Сурью, Агидель взлетела на орлиных крыльях И полетела искать источник белых вод. Ну, орел у нас всегда был связан с пероном. А перон – это водитель Не только земных воинов, Но и воев небесных. Таким образом Агидель Вступила в ряды духовных воев Или воинов. А еще ей дали золотую стрелу, То есть дали цель. Причем цель – это была Не только благородная, Но и духовная. Ибо стрела была золотая. А золото – металл не только благородный, Но и связан с солнцем, А значит, с духом и духовными целями. В поисках истинных знаний Этой белой реки Агидель Помогают все природные духи. Почему? Я думаю, потому что мир природы Так же страдал, как и мир людей. То есть, иными словами, Если люди перестают Одухотворять мир материи, Становятся слепыми Или просто разумными животными, То и мир природы страдает. И прежде всего, От поступков самих людей, Которые начинают Загрязнять природу И землю-матушку. И не только ментально, Но и на физическом уровне. Посмотрите вокруг, Что мы делаем с природой, Как поступаем с ней варварски Даже в наше время. От того вся природа Стала помогать Агидель. И вот она находит Источник древних знаний. Белая вода сокрыта Камнем Алатырь. Бел горючий камнем. Камень – это символ времени. То есть, Агидель, Говоря простым языком, Вернулась к тем знаниям Или вернула те знания, Что сокрыты временем. Вернулась к знаниям Наших предков-прачуров. Она ушла в работу с прошлым. А почему бел горючий камень? Ну, думается мне, Что это были знания, Накопленные именно нашей белой расой. Однако и тут Дэй Пытается помешать ей. Он же не хочет, Чтобы люди проснулись И перешли в осознанное состояние. Кем же он тогда будет управлять? На ком паразитировать, Если все станут свободны Своим сознанием? Дэй предстает в виде змеи. Змей – это очень древний символ Всего смертного. Символ замкнутого времени. Змея, кусающая свой хвост. Когда мир материальный Был замкнут в это кольцо, Как в ловушку для зла. Настоящее, Перестекающее в будущее, А затем в прошлое, Без вечности, Без четвертой формы Времени, Вечность. Ибо зло не должно входить в вечность, Куда есть доступ к душе человеческой, Как вечному сознанию. Это немного о символике змея. Итак, На выручку о Гидели Приходит золоторогий олень. Он-то испускает Дэя, Подняв его на рога под землю. Олень – Еще один интересный И священный символ наших предков. Символически он считался Посланником богов, Посланником небес. В древние времена Охота на оленей была запрещена. Это животное было посвящено Самому роду и роженицам. Например, считалось, Что злоторогий олень На любом мире свадьбе Это примета Счастливой супружеской жизни И здорового потомства. Вот и в этом мифе Золоторогий олень Выступает символом возрождения, Продления жизни, Наступления светлой эпохи, Когда солнце, А олень – это символ солярный, Начинает светить ярко, И все просыпаются к жизни, Обретя свои корни и знания. Он и низвергает змея под землю. А Гидель, Открыв источник знаний Предков-пращуров, Древний источник знаний Многих поколений Бежит по земле, Распространяя их И возрождая все к жизни. Ибо в жизни на земле Есть вечность, Если эта вечность Есть в сердцах людей. А для этого Мы всегда должны знать И помнить, Кто мы на самом деле И каких ориентиров Должны придерживаться. Вот таков есть Основной урок мифа Об огненной деве Гидель, Вернувшей людей И древнюю мудрость Наших предков-пращуров И их бесценный Заметьте, Переосмысленный опыт, Пережеванный опыт. Давайте же и мы будем Стараться относиться К своей жизни Осмысленно, Наблюдая, Подмечая И делая выводы, Разделяя зерна от плевел. Благодарю всех за внимание.